У меня совершенно глух к музыке, то есть он ее слышит, он не понимает, почему хозяин такой глупый и дурачится на этих клавишах, если можно его погладить. Я, в общем, давно хотел завести собаку, но по разным причинам, прежде всего, связанную с моим графиком, я все как-то не решался это сделать. Но, тем не менее, я много думал о том, какую бы я хотел завести собаку, если бы я принимал такое решение. Получался такой портрет Берга. Такое ощущение, что там послушали, записали, какую я хочу собаку, и вот в точности такую прислали. И по виду, и по характеру, и по всему. Он вообще ведь сам ко мне пришел. Это было в Сочи. Мы с моими коллегами пошли ужинать. Пес пришел и сел рядом. Ну, сел и сел. Мы продолжаем ужинать. Уже время заполнить. Уже ресторан скоро будет закрываться. А пес не уходит. Я спрашиваю официантку, говорю, псина сидит. А у него нет хозяев. Он уже две недели здесь ошивается. То ли он потерялся, то ли его выгнали, то ли, в общем, какая-то такая история. Возьмите, говорит, будете очень довольны. А у него действительно такой взгляд, которому, в общем, достаточно сложно отказать. По-моему, я встретил собаку своей судьбы. Вон за две недели до того, как ко мне прийти, он мне приснился. Мне приснилось, что я стою на автобусной остановке какой-то. И, значит, там за мной влезался черный щенок. Он был, конечно, гораздо меньше, чем Берг. Вот. И который русским языком человеческим сказал мне, возьми меня. Я проснулся, думаю, что был означал этот сон. А через две недели вот ко мне пришел этот пес. Конечно, русским языком он не говорил, но глаза примерно это выражали. Я сразу понял, что пес этот появился не просто так. А потом, у меня через буквально несколько месяцев после этого умерла бабушка, которая у меня была на самом таким человеком, с которым у меня была самая близкая духовная связь с детства. Ей было 90 лет. И вот я как-то подумал, что вот его прислали, наверное, для того, чтобы смягчить удар от разлуки с ней. Так что это для меня такой пес полумистический, что ли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!